Начальство дает добро, техника готова. То, что нас ожидает, я вас предупредил. Что-то из этого сбудется, и что-то не сбудется. Начнем мы с очень маленькой, так сказать, официальной части, но существованию которой я не могу и не хочу помешать. Потому что сейчас перед вами покажется уникальный человек. Здесь почти все люди уникальные, поэтому я не говорю, что кто более уникальный, кто менее. Он уникальный хотя бы уже для моего творчества. У меня есть только одно стихотворение и одна песня, где главный герой назван по всем координатам, а именно фамилия, имя, отчество, должность, где служил и куда едет служить. Сейчас этот человек еще является председателем Совета ветеранов. Как у тебя? Североизмайловского района Москвы. Виктор Дмитриевич Жуков. Уважаемые друзья и поклонники нашего друга. Вы знаете, я с удовольствием сейчас проведу некоторые мероприятия, если так можно назвать. Минуло 25 лет, уже 26-й год, с того момента, как начали, выведены были войска. Выводить их начали раньше еще гораздо. И то, что осталось за кадрами внимания нашего правительства, это 35 лет ввода наших войск на территорию Афганистана. Для нас, афганцев, которые, как прежде, в те времена, с начала 80-го года говорили о том, что мы там сады сажаем, огороды разводим и так далее. Ну, разводили, так разводили. Где там кровь пролили чужую, где свои. Ну, об этом уже сейчас не будем говорить. Будем говорить о том, что наши воины, солдаты, сержанты, офицеры положили некоторые свою жизнь, а некоторые пришли уже с клинком груди. То есть, вы помните те годы, когда нам говорили, что зря вы там провели время, вроде бы того, что зря вы там умирали, а каково объяснять родителям, которые не получили своих сыновей. Вообще непонятно. И вот, наконец, в этом году, уже на 26-й год, наше правительство вспомнило о том, что есть, оказывается, еще афганцы. Ну, мы друг друга давно уже помним. Я сегодня с чувством гордости представлю вам троих людей, которые несли огромный вклад в память о наших войсках. И не только словом, не только пером, не только, но и делом. Давайте поступим так. Майор медицинской службы Владимир Александрович Хоменко, доктор наук, профессор. Возвращаю медаль ветерана военной. Полковник Чернов, полковник войск связи, вложивший душу и сердце в организацию связи в первоначальный период. В период ввода войск. Ну и, наконец, Виктор Глебович. Ну, это же медведь. Залезть где-то там в берлогу, сидит. Ну, его найти не очень просто было. Вот его три награды у меня здесь. Вот они. Вручаю ему. Общество и государство возвращает ему часть долга, которую он должен был своевременно получить на эти медали. Давай, брат, держи. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и, наконец, с моей речи я хочу сказать, дорогие друзья, с нами Бог, Отечество и удача. Всем здоровья. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел в дополнение сказать одну уникальную вещь именно по поводу Виктора Дмитриевича Жукова. Так случилось, что в определенном периоде времени меня перебросили нелегально в Афганистан. Я оперировал последнего премьер-министра Афганистана. Вот после тяжелого огнестрельного ранения, когда наших войск там уже не было. Я там находился нелегально. Перебросил был военным бортом. Афганского ВВС. Ну, и там находилось определенное количество времени. Значит, я могу сказать только одно в отношении Виктора Дмитриевича Жукова. Значит, это был уже, сейчас я скажу, 90-й, 91-й год. Не могу точно сказать точно. Где-то 90-й. Вот. И я жил в ДСНК. Ну, кто был в Кабуле, то знает. Это было единственное целевшее здание тогда, нормальное, где была нормальная охрана. У нас весна стояла. Вот. И совершенно случайно на улице, когда мы выгружались, на меня откинула такую, в общем, листовку. И вдруг я беру, открываю эту листовку, вижу фотографию Виктора Дмитриевича Жукова, так как он выглядел в Афганистане в те годы. Именно это 80-й год. Вот. С бородой, бритой такой, на высоко. И внизу на двух языках, на фарси, пардон, на трех фарси, кушту и английском было написано. Значит, полтора миллиона долларов за живого или мертвого. При этом, значит, я могу сказать дальше, так как мы много лет дружим вместе, в Москве, совершенно случайно, подвозя одну нашу знакомую в определенном районе города Москвы, мы остановились и не могли найти, потому что она была немножечко нетрезвая, мы не могли найти это место, куда ее выгрузить, там ее родственники ждали. Вот. И мы встретили афганскую семью, и Виктор Дмитриевич так как-то случайно сказал, что на вторичке его зовут позывной, значит, Джабан, и вот эта семья из четырех человек, прижимая детей к другим, бросилась от нас, как под обстрелом. Это просто к тому, что сделал Виктор Дмитриевич там. А я могу сказать, что я горжусь, что вот я видел это все и могу подтвердить, что спустя уже столько лет, когда наши войска даже были выведены, а сейчас я вот тоже имею такое отношение к этому. И просто все равно это все идет воспоминание, и чем дольше мы живем, тем больше это наше воспоминание. И я еще раз говорю, что Виктор Дмитриевич, позовной Джабар, вот эта песня совершенно заслужена для него. Это действительно легендарный человек, который обеспечил действительно ввод наших войск в Афганистан. по крайней мере одну из гаверс, которые могли произойти. Это действительно правда, я свидетель, люди официально мне рассказывают, действительно с пистолетом зашел на территорию танкового батальона, который стоял в Кабуле, с одним пистолетом, и они не пошли поддерживать тех, кого не надо. Это действительно правда, и я свидетель. Спасибо.